Боевой маг Салимр, Салмир точнее, здесь Салимр, а вообще он Салмир. Рядышком дюжина скелетов эта фигня полная. Все говорит о том, что я ставлю на темную лошадку, но разве у нас есть выбор? Эмилия ищет меч, да, мы ищем меч и кристалл. Ищет меч, который может оказаться просто выдумкой древнего барда, а я пришел сюда в подземный мир по зову сна. Что подумало бы обо мне, Эмилия, если бы узнала, что я готов рисковать успехом нашего дела, поверив нескольким сновидениям, она наверняка решила бы, что я спятил. Я и сам уже так думаю, но я не видел таких снов ни разу в жизни, сон был так реален. Даже сейчас, глядя на эти каменные стены, я узнаю их. Я никогда раньше здесь не был, но знаю эти стены. Где-то здесь ответ, который я ищу. Остается надеяться, что я успею найти его вовремя. Джин у нас очень маневренный, поэтому благодаря тому, что есть еще пачечка у нас, там, десяток джинов, давайте посмотрим, чего... О-о-о! Полуразрушенная старая башня загораживает вход в туннель. Ее ворота заперты, и никто не отвечает на ваши призывные крики. Вместо того, чтобы войти силой... Войти силой... Вы принимаете свою любимую форму, превращаетесь в голубого попугая. Не знаю, как меня угораздило эту форму, любимую, с такой... Голубой попугай. И влетаете в окно из открытых окон, надеясь открыть ворота изнутри. Вы в одиночестве проходите через темные залы, смахивая паутину. Дважды на вас нападают охранники скелеты, но против вашей магии у них нет никаких шансов. Наконец, вы находите колесо с рукояткой, которое поднимает ворота. Но как только вы беретесь за ручку, перед вами появляется женщина-призрак. Вы падаете на землю, прикрывшись руками. Неужели это привидение пришло отнять вашу жизнь? «Подожди!» — кричит призрак. Вы медленно поднимаетесь, глядя глазами... Следя глазами, глядя глазами... Следя глазами за призраком. Ее окружает сияние. Оно озаряет всю комнату. И вы замечаете, что когда-то она была очень даже ничего. «Я пришла, чтобы помочь тебе, Джин!» — говорит призрак. «Как это?» «Я знаю кристалли радуги, который бессмертно использовал в своем хрустальном маятнике. Я могу помочь тебе, если ты поможешь мне». В этой женщине есть что-то, что заставляет вас внутренне сжаться. Вы знаете, что доверять ей нельзя. Но разве у вас есть выбор? «Что я должен сделать?» — спрашиваете вы. «Ну, во-первых, во-первых, ты должен пройти через эти ворота, и я сразу смогу тебе сказать, что подъемный механизм сломан». «А, ты должен пройти через эти ворота, и я сразу могу сказать, что сломан уже много столетий, и никто не пройдет, пока ты не снесешь всю башню». «Так. Хотя здание очень старое, оно все еще крепкое. На то, чтобы его разрушить, моим людям потребуется неделя». «Да», — отвечает призрак, и в ее темных глазах появляется блеск. «Но тут недалеко есть портал Земли. Это врата в пределы духов Земли. Восемь таких духов снесут башню за считанные секунды». «Вновь сомневаетесь, следует ли иметь дело с этим призраком». «Но в том, что она говорит, определенно есть смысл. Ну, к тому же она ничего так». «Я скоро вернусь». «Так, пройти... Что пройти? Нам нужны призраки. Окей, окей, я вообще не против». «Ну, а здесь идем на север, смотрим». «Я решил оставить армию и войти в истерзанные земли с небольшой группой добровольцев. Я не хочу привлечь внимание Гевина Магнуса или разбойничьих главарей, которые хозяйничают в этой области. Мой военный советник Тарх...» «Кстати, у нас нет военного советника. Ни в прошлое не было, ни в этой миссии. Спасибо багу». «Стал первым добровольцем, хотя сам он был против такой рискованной операции». «Еще в наш маленький отряд вошли два брата, гномы, которых выбрал сам Тарх, как лучших бойцов в армии Великого Арканума». «Мы обречены, если это лучшие бойцы». «Их зовут Оновин и Ройвен». «Скорости стрелковое оружие» — это Фриделок, женщина-полурослик и лучник-котш-человек. Котш-человек». «И, наконец, я попросил одного из магов, ученого по имени Тед Иван, присоединиться к нам. Теперь, даже если я проиграю, вместе с моей жизнью будут потеряны всего несколько других». «Ой, какая молодец». «Великодушие — наша сильная сторона». «Так, вижу гарнизон. Вижу, конечно, этих еще... О, глубокой ночью группа орков обнаружила наш лагерь. Но, к счастью, за считанные секунды нападения Ройвен успел их заметить. Ройвен разбудил нас криком «В атаку!». «Я вскочила на ноги, готовясь сотворить заклинания. Меня восхитило, как быстро отреагировали все остальные. Прежде чем орки добрались до нас, братья-гномы встали спиной к спине на границе лагеря. Оновин с топором и Ройвен с двурочным мечом, который был выше его самого. «В круг!» — приказал Тарх. Тарха, кстати, с нами нет, повторюсь, его не хватает. Он как раз... Здесь был бы уровень 30, и вообще все бы пролетали. «У меня едва хватило времени спрятаться за спиной лучника Коджа, как орки взвыли и пошли в атаку. Битва была короткой, но кровопролитной. Тадыван и я поддерживали остальных, творя заклинания. Один из самых крупных орков сумел прорвать нашу защиту. Ударив Тадывана тыльной стороной ладони, он сбил его с ног и занес над его головой огромный топор. Я сжалась, зная, что в следующую секунду этот топор раскроет мне череп». Вдруг орк застонал и упал, сокрушенный топором Оновина. Тут же подлетел Ройвен и добил тварю даром меча. «Моя королева, с вами все в порядке?» — спросил Оновин. «Но я никак не могла унять дрожь». «Орки вообще как семечки. Пачками ложились все миссии до этого. И там драконов валило. «Моя королева?» — спросил он снова. «Спасибо, — пробормотала она. — Со мной все в порядке. Я присела, пока остальные оттащили мертвых подальше и занялись своими ранами. У Тадывана на голове была большая шишка, там, куда орк ударил его, а у Коджи рана на руке. Ройвен сел рядом со мной и достал тряпку, чтобы протереть свое оружие. «С ними покончено!» — сказал он. «Но когда вы снова станете королевой, издайте закон, по которому все будут обязаны регулярно принимать ванну. Боюсь, мне никогда не отмыть свой меч от вони этого орка». Хотя мне было совсем не весело, я рассмеялась. Здесь собираем двух как раз земляных элементарий и сможем пройти. Гномы готовятся проводить разведку. Навык разведки можно выучить. Я бы проверил, что наверху. Желательно кем-нибудь из щеглов. Заходим, получаем экспы. Ладно. Духи земли окружают башню, готовые по вашей команде сравнять ее с землей. Хотите разрушить? Да. А что у нас дальше? Дальше у нас бесы, которые тырят ману. Дальше у нас призраки десятки. У меня в армии есть... О-о-о! Женщины-призрака нигде не было видно, пока духи земли со страшным грохотом не обрушили башню. Ага, не обрушили башню. Мне пришлось пробираться сквозь развалины, только тогда она, покачиваясь, появилась предо мной. Я с опаской оглянулся на своих солдат, не зная, как они воспримут такое видение, но, похоже, я был единственным, кто видел ее. Ну что, поговорим теперь о хрустальном маятнике. Наша задача — подземелье хрустальный маятник найти. На всякий случай, я себе напоминаю. Ты что, все еще не доверяешь мне, Джин? Спросила она. Меня зовут Салмир Ибн Валибарат, ответил я, избегая ответа на поставленный вопрос. А я Дерафена. Красивое имя, сказал я, конечно, из вежливости только. Так что ты можешь рассказать мне о хрустальном маятнике Дерафена? Она погрозила мне длинным пальцем и сказала, «Ну-ну-ну, еще не время. Похоже, мы еще не завоевали доверие друг друга. Так что я буду настаивать, чтобы ты сначала мне помог. Может, мне просто уйти и не возиться с тобой? Если ты думаешь, что можешь позволить себе такое удовольствие, почему бы тебе не вернуться после того, как бессмертный король покорит весь мир?» Ответила Дерафена. Она слишком хорошо была осведомлена о том, что происходит. Она знала, как отчаянно я ищу возможности разрушить хрустальный маятник. Она ответила... Так, что... Нурофена, да-да-да, я чувствую, чем-то... Что-то напоминает... Напоминает... Нурофен, конечно же. Она владела ситуацией и, судя по злорадному выражению ее лица, наслаждалась этим. «Отлично! Чего ты от меня хочешь?» Спросил я. «Все, о чем я прошу, Салмир ибн Вали Барат, это чтобы ты спас меня. Вытащи мое тело из тюрьмы, чтобы я смогла в него вернуться. Разве это так тяжело?» Я пожал плечами. Я знал, что однажды мне придется об этом пожалеть, но времени на споры у меня не было. Так, где-то тюрьма и где-то призрака можно... Учись, еще три кампании, два делса впереди. Хе-хе-хе. О, Кодж получает ратное дело пять. «Проведя с призраком Дерафены достаточно времени, я привык, если не к ней самой, то к ее присутствию. Мои воины, однако, начинают подозревать, что я сошел с ума, хотя изо всех сил стараюсь не разговаривать с ней при посторонних. Несколько раз меня заставали беседующим с пустотой. Уже пошли слухи, и, боюсь, я ничего не смогу с этим поделать. Прошлой ночью, когда я присел со стаканом вина перед тем, как идти спать, судя по тексту и настрою, я думаю, кто-то будет держаться за руки. Рядом со мной внезапно появилась Дерафена. Она с жадностью смотрела на мой стакан. «Вино! Я по нему скучаю больше всего! Еще выше надо брать!» «Нет, не знаю как. Конечно, после тепла...» «О-о-о-о!» «Вино! По нему я скучаю больше всего!» «Конечно, после тепла...» «После тепла мужского тела в моих объятиях!» «Хорошее?» «Спросила она...» «Кхе-кхе-кхе-кхе!» «В дороге самого лучшего не найдешь!» «Но букет неплохой!» Сказал я, отставила стакан. Мне вдруг стало неловко пить вино на глазах у этого измученного духа. Дерафена молча смотрела на меня, затем медленно подняла руку... «Да-а-а-а!» «И коснулась моей щеки!» «Было ощущение, что моей коже коснулся легкий прохладный ветерок!» «Сокол где-то рядом!» «Так что же случилось? От чего ты стала такой?» «Просто, знаете, как неловко будет, когда солдаты нас не просто застанут за разговорами с самим собой, мы еще будем... «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- волосами пожалуй я не буду говорить как давно это было истинная леди не должна говорить о возрасте но я скажу это случилось из-за мужчины он был влюблен в меня без памяти мне листил его внимание но я никогда не давал ему повода думать что разделяю его чувства вот ты вот и осталась чем ты не с чем ты осталась кроме того он был некрасив но и что еще сейчас тебя даже котов нет кроме того он был некрасив бледен и редко мылся а ты сама щас розовенькая больно да какая женщина могла полюбить такого человека и что же он сделал когда наконец понял что ты его не любишь спросил я уже понимаю в каком направлении будет двигаться эта история надо ли говорить что он был очень ревнив он убил мужчину которого я любила всей душой и с помощью страшной магии обратил мое тело в кусок льда к счастью я тоже немного разбираюсь магии я сумела отделить свой дух от тела за секунду до того как он пример превратил меня объяснила дарафена и с тех самых пор ты бродишь по подземному миру ищешь того кто сможет тебя освободить скажи а этот ревнивый поклонник он все еще жив спросил я дарафина успехнулась и сказала мертвым его назвать нельзя ну и живым тоже у нежить значит вот с чем предстоит сразиться страшные деревья эликсиры ресурсы все это соберем другими людьми халфинги тоже лесом стремимся видимо к замку из опасных людей здесь маги и только маги я бы разделил джинов поедину и линчку бы сделан поставил бы героев вперед на магов нужна песнь мира я их не заберу одним а а это мои ой блин неловко получилось так то есть у меня был замок все это время да точно это так и так она работала я не видел что у меня замок был блин вот я лопух опа как зовут ту нежить покойника который заточил тебя спросил я дарафину в один из вечеров то есть они уже провели нормальный вечер вместе теперь она приходила ко мне каждую ночь и просила чтобы я поговорил с ней похоже она умирала со скуки отчаянно искала компанию мазелян ответила она и прилегла на мою койку соблазнительно поигрывая своими волосами лужев сколько она раз и своими я старался на нее не смотреть по понятным причинам вы же помните что никто не замечает кроме нас этого призрака он настоящий маньяк иногда я пробираюсь в тюрьму где он держит мое тело ну знаешь просто проверить как я там каждый день мазелян проводит несколько часов разговаривая со мной только ведь это не я он разговаривает с глыба льда которая на меня похожа он совсем на тебе помешался заметил я должен был помешаться раз раз ухитрился сохранить такую страсть к ней все это время я же говорю маньяк сказала дарафина иногда он целует меня так что точно должен был получить за это пощечины о я хочу сказать если бы я по-прежнему была в моем теле ну и как я должен расколдовать тебя я ведь раньше а такой магии даже не слышал это легко сказала она села внимательно посмотрела мне в глаза это старомодное проклятие тот кому я дорога дорога по-настоящему должен поцеловать меня о нет более началось опять поцеловать ты рыбак да ответила дарафина с озорной улыбкой да и признаться я очень этого жду не дождусь блин все короче друзья все хватит хватит на сегодня ссори что всего два с небольшим час часа завтра продолжим но это просто меня меня вы эти бои особенно ну опять же если у меня был тарх понимаете его на баги нет меня был бы там 30 уровня стоял бы там за всех и все а и 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